Сегодня завершился официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай. Поездка проходила в рамках 22 регулярной встречи главправительств двух стран. Итогом стали более десятка двусторонних соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Один из самых крупных контрактов подписали российский внешэкономбанк и экспортно-импортный банк Китая. Это рамочное кредитное соглашение на сумму до 3 миллиардов долларов для развития инфраструктурных и инновационных проектов на территории России. Подробности сделки рассказал председатель ВЭБа Сергей Горьков в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Хотел бы попросить вас подробно рассказать, что за соглашение. Есть ли какие-то проекты, которые уже подают заявление или намерены подавать заявление на получение финансовых поддержек? Это соглашение, которое в юанях, во-первых, это самое большое соглашение в юанях, которое подписано, на сумму до 3 миллиардов долларов. И это соглашение с Экзимбанком Китая касается как раз возможных инвестиций в высокотехнологические отрасли развития инфраструктуры и инноваций. И, конечно же, для нас, для России, где правительство в нашей стране сформировало новую повестку, повестку о развитии цифровой экономики, очень важно. Сейчас мы формируем пайплайн проектов. У нас в целом в пайплайне проектов нового Банка развития России порядка 600 проектов на более чем 600 миллиардов рублей. Это порядка больше чем на 10 миллиардов долларов. И мы видим, что эти большинство проектов как раз высокотехнологичные. Они в различных отраслях. Это и химия, и нефтехимия. Это в сфере IT. Это в сфере развития и освоения космоса. Это в сфере энергетики. Это в сфере радиоэлектроники. То есть эти все деньги будут направлены как раз на развитие высокотехнологических отраслей. Совершенно верно. Вы наметили величины крупных проектов и наметили значение соображения строительства экономического пояса, шокопути и Евразийского экономического союза. Конечно, мы Китай и Россия это соседи. Мы близки друг с другом. Конечно, строительство транскорничных инфраструктур очень актуально. Как Вы оцениваете перспективы строительства в соображении двух инициатив? Вы знаете, я считаю, это очень важное событие в целом. Потому что 19-й съезд партии определил, что шелковый путь является очень важной инициативой. И евразийское пространство тоже говорит о том, что очень важно развитие евразийского пространства. Мы понимаем, что Евразия это один континент. Что мы являемся соседями. Что на самом деле сопряжение, оно органично. И мы видим, что в этом очень много возможностей для развития двух экономик, двух стран. И поэтому мне кажется, что эти инициативы, они обогащают друг друга с точки развития именно синергии. С точки зрения развития новых проектов. Один из проектов мы совершенно недавно реализовали совместно с Банком развития Китая. По финансированию лизинговагонов, которые производят продукцию, перемещают между Россией и Китаем. Это объем сделки 3,3 миллиарда юаней. Почти 500 миллионов долларов. И вот эту сделку мы реализовали буквально в прошлом месяце. Это один из примеров, как можно сопрягать две инициативы. Я считаю, что здесь огромные возможности. Я считаю, что такие банки, как, к примеру, ВЭП, такие банки, как Банк развития Китая, Экзимбанк, вполне могут создать платформу для сопряжения и развития Китая.